Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. Температура воздуха ночью минус 3, минус 5. Днем 1,3 градуса тепла. Министр внутренних дел по Карачево-Черкесии Олег Мальцев встретился с детьми сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Встреча прошла в рабочем кабинете руководителя ведомства за столом с ароматным чаем и сладкими угощениями. Ребята рассказали Олегу Валерьевичу об успехах в учебе, своих увлечениях и планах на будущее. Глава ведомства похвалил школьников за их достижения, подчеркнув важность всестороннего развития и самосовершенствования. В ходе беседы ребята задавали министру интересующие их вопросы, в том числе об увлечениях вне рабочего времени. Олег Валерьевич рассказал, как служил в армии, как он решил стать сотрудником органов внутренних дел, о том, что профессионально занимается спортом и рекомендует детям развивать свою физическую форму. В завершении мероприятия Олег Мальцев поздравил ребят с Новым годом, пожелал успехов, здоровья, исполнения всех заветных желаний и подарил им подарки. Обитель веры и духовного воспитания подрастающего поколения. Медресе-интернат Карачаева-Черкесия на днях отметил свой 10-летний юбилей со дня своего основания. В торжественном мероприятии приняли участие представители правительства республики, мусульманских духовных управлений регионов Северного Кавказа. О деятельности духовного образовательного учреждения подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Несколько дней в рамках празднования десятилетия Медресе-интернат Карачаева-Черкесии проходил научно-образовательный форум «Наука образования и воспитания как важный элемент укрепления межкультурного и межрелигиозного диалога». В торжественной части мероприятия для всех собравшихся был продемонстрирован ролик о становлении и деятельности духовно-образовательного учреждения. От имени главы республики Рашида Темреза поздравил с юбилеем первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Хазарчик Куев. Примите искренние и теплые поздравления по случаю десятилетия со дня образования Медресе-Карачаева-Черкесии. За время работы Медресе-грамотный коллектив учебного заведения во главе с директором Мухаммад Хаджи Ихкеновым на высоком уровне справляется с ключевой задачей образования – воспитать цельную личность с праведными жизненными ориентирами, принципами добра и справедливости, на которых держится ислам. В свою очередь поздравил директор республиканского Медресе Мухаммад Хаджи Иркенова, председатель координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Муфти Карачаева-Черкесии Смейл Хаджи Бердиев. Он отметил его заслуги в становлении и развитии духовно-образовательного учреждения и наградил орденом за заслуги перед уммой второй степени. За 10 лет деятельности Медресе стал не только местом религиозного просветительства, но и стартовой площадкой для будущих имамов и духовных наставников. «Когда человек старается, что-то получается. Когда сидишь, плачешь, что ничего нету, ничего не получается и ничего не бывает. И вот то, что все это сделано, денег не было. Он брал в долг вот эти вот хозяйственные магазины, которые тут, они все пугались его, когда он приходил. Он говорит, запишите, давайте. Отдавали, спасибо им тоже. Находил, отдавал, сделал все это. И вот оглянуться не успели, уже 10 лет прошло». В стенах Медресе-интернат Карачаева-Черкесии готовят хафизов, хранителей священного Корана. Медресе воспитывает и прививает вечные духовные ценности ислама подрастающему поколению и сегодня является образцовым духовно-образовательным учреждением в России, отмечали присутствующие на торжественном мероприятии. «Десять лет для учебного заведения – это очень большое время. Примерно, если брать по масштабам светского образования, это у вас четыре выпуска магистрантов и три выпуска бакалавриата. Даже два выпуска бакалавриата с половиной. Действительно, то количество выпускников, которые вы сегодня озвучили, это большое количество молодых людей, которые несут те традиции правильного ислама, которые необходимы для нашей страны, необходимы для Северного Кавказа». Медресе-интернат Карачаева-Черкесии был основан в 2011 году. Духовно-образовательное учреждение рассчитано на 60 человек. Здесь получают религиозное образование молодые ребята не только из нашего региона, но и из других республик Северного Кавказа. «Основная деятельность медресе направлена на подготовку имам-хатыбов. Служители религиозного культа, исламского вероисповедания и хапизов, то есть знающих весь хронический текст наизусть. Также преподаватели медресе проводят обучение с выездом на дом, на место работы и в режиме онлайн. Таких обучающихся у нас около 40 человек. Даже есть, которые учатся всей семьей. Хвала Аллаху! Многие из выпускников сегодня уже являются квалифицированными служителями традиционного ислама в самых разных уголках России». За 10 лет из тем медресе прошли обучение около 1500 молодых ребят, получив прекрасное религиозное образование. И сегодня медресе-интернат Карачаева-Черкесии является обителю духовности и религиозного просвещения. Али Халипшоков, Зумрат Халкечева, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Малокарачаевский район. С некоторых пор в Ауле Псыш работает библиотека нового поколения. Модельная библиотека открылась она в рамках национального проекта «Культура». В чем особенность такой библиотеки и почему она так называется? Каково ее техническое оснащение и какие мероприятия на базе этой библиотеки проводятся? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой ответит исполняющая обязанности директора модельной библиотеки Аула Псыш Зарема Шхагошева. Доброе утро всем! Доброе утро, Зарема Исмаиловна! Рада видеть вас у нас в гостях. Сегодня мы будем говорить о вашей библиотеке. Библиотека у вас необычная, она особенная. Она называется модельная библиотека. Мы знаем, что она открыта в рамках национального проекта «Культура». Хотелось бы узнать у вас, в чем особенность, чем она отличается от обычной библиотеки. Мы все понимаем, что библиотека – это культурный очаг. А ваш родной аул Псыш – один из самых больших в Карачаево-Черкесии. И, естественно, людям нужно просвещаться. А модельная библиотека – это что-то такое новое. Я думаю, что сейчас она у вас будет пользоваться успехом. Почему она модельная? В чем ее особенность? Расскажите, главная особенность. Доброе утро, Белла. Спасибо. Да, вы правы. Наша модельная библиотека – это не обычная библиотека. Это новые стандарты. Это новая форма библиотечной работы. Хочу остановиться на том, что она представляет совершенно другой уровень, другую атмосферу. Мы все привыкли, что библиотеку ассоциируем с тем, что мы приходим в библиотеку и берем определенную литературу на некоторое время. А у нас, даже приходя в нашу организацию, перейдя порог нашей библиотеки, вы попадаете совершенно в другую атмосферу. У нас модельная библиотека подразумевает очень много нового. Новые технологии обслуживания, новые стандарты, новые требования. Все новое, и в ногу со временем мы идем. Чем она может отличаться от любых библиотек? Да, тем, что у нас любой посетитель может зайти и пройтись как по магазину, как по супермаркету. Проходишь и смотришь определенные какие-то товары. Точно так же любой посетитель может пройти по всей библиотеке, по всему зданию и выбрать определенную какую-то литературу. Что его интересует? Что интересно у нас в библиотеке? Есть отведенные места, где можно спокойно сесть и почитать эту литературу. Вообще я хочу спросить о внешнем, о внутреннем облике вашей библиотеки, о ее техническом оснащении. Мы сейчас расскажем так, чтобы люди захотели туда пойти. Расскажите, что там внутри? Да, Велочка, у нас очень много интересного внутри. У нас есть два больших отдела. Это детский отдел и абонемент. Если останавливаться на каждом отделе, это, допустим, на детском. Мы, это детский отдел, провели зонирование внутри отдела. Есть зона для малышей. Это, значит, возраст подразумевается от, допустим, дошколят и школьного возраста. До 6-7 лет. Есть специальная зона, где они могут найти себе применение. Пусть даже этот ребенок не читает, зато есть чем увлечься. Это игры, это логические какие-то игры. Это какие-то рисунки он может сделать. Есть зона для работы. Вот есть командная работа, есть круглый стол. Они, ребята, садятся, ищут какую-то там работу, это выполняют. Вот есть такая зона. Есть зона читальные места, где можно посидеть и почитать. Потом есть очень много интересного. Все кабинеты у нас подключены к интернету. Есть говорящий глобус, как говорят детки. Особенно, если какие-то есть задания по географии, по окружающему миру. Они приходят, это все им говорящий глобус, это им рассказывают. Они могут узнать о любой стране в мире по глобусу. Ну, если переходить, допустим, в абонементский отдел, он очень оснащен по последнему слову, скажем так, технологией. У нас в отделе, в абонементе, помимо того, что есть огромное количество новых книг, у нас еще есть компьютеры, которые подключены напрямую к Национальной электронной библиотеке, Российской государственной библиотеке в Москве. Ну, вот, допустим, что это значит? Если ребенок или любой посетитель, любой возрастной категории, ищет какую-то определенную литературу. Ну, допустим, есть студенты, которые пишут какие-то свои доклады, есть рефераты, какие-то исследовательские работы, могут они дипломные работы писать, кандидатские, любой человек. Но нет этой литературы ни в одной библиотеке. Мы можем вам предоставить с помощью НЭБА. Это Национальная электронная библиотека. У нас есть компьютеры, которые напрямую работают с московской. Вот в Москве есть Российская государственная библиотека. И вот нужно забить в поисковике, и напрямую можно, если эта литература есть в Российской государственной библиотеке, оно высвечивается на экране, вы можете это себе распечатать, если хотите, можете прослушать, просто изучить. Это у нас есть. Но сейчас детям как раз-таки очень интересно слушать, чем читать. Мне кажется, они так даже лучше будут запоминать. Есть возможность прослушать у них, да. Говорят, что у вас есть даже специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями. Да, Белла, вы правы. У нас есть тоже это... Мы не упустили этот момент, чтобы... Есть люди, которые читают, и у них проблемы со зрением. Вот есть люди с слабым зрением, и читать им сложно. Поэтому у нас мы приобрели, именно в рамках этого проекта, приобрели специальный увеличитель текста, который подразумевает, если, допустим, подложить туда определенную литературу с мелким шрифтом, можно увеличивать шрифт любого размера, и фон, как человеку удобно, какого цвета этот фон ему нужен. Он может сидеть спокойно. Как это важно для вот этих людей. Скажите, любой ли человек может приехать в Псыш, зайти в вашу библиотеку и заниматься литературой, брать книги, в общем, изучать что-то? Да, конечно. Или только жители Псыша? Нет, нет, конечно, нет. Мы приглашаем к себе всех желающих с любого уголка нашей республики, нашей страны, скажем так. Мы рады любому посетителю, мы предлагаем свои услуги. Любой человек может прийти в нашу библиотеку, даже поработать у нас. У нас есть специальный, еще хотела немножечко остановиться на конференц-зале, у нас есть конференц-зал, и на базе нашей библиотеки уже проходили не раз мероприятия. Это были конференции, это были семинары, даже совет старейшин у нас был, проходил какие-то определенные. Мы предлагаем свое помещение, они проводят свои мероприятия у нас, потому что очень удобно. Конференц-зал тоже оснащен новейшими технологиями. Есть прекрасная трибуна интерактивная, которая подключена напрямую к телевизору, и не надо искать ничего, не распечатывать, ничего не искать. Там эта трибуна у нас подключена напрямую к интернету. Вы прямо же с трибуны пишите, находите в интернете, все, что вы нашли, это все демонстрируется на экране. У вас очень легкая работа. Мы приглашаем всех к себе. Я видела на видео, что детки сидят на каких-то подоконниках, что ли, и изучают какую-то литературу. Нет, это не подоконники. Это стеллажи с книгами, в которых мы смотрели в интернете, подбирали под себя, чтобы было нам тоже удобно и нашим детям. Это сидушки, встроенные в эти стеллажи для книг. Они специально оборудованы для того, чтобы детки там могли удобно расположиться. Да, но они-то тканевые, поэтому мы подумали, сотрудниками с коллегами, решили приобретать бахилы, дабы не испачкать их. И вот детки, им очень интересно, они приходят к нам, сразу эти бахилы одевают, и быстренько в эти сидушки. Там всё новое, всё красивое, всё яркое, всё светлое. И они сидят в этой сидушке, там читают, им очень нравится. А вот традиционный читальный зал есть у вас? Есть, они оборудованы в самих же кабинетах. В детском отделе есть не отдельный читальный зал, а зона читальная, и в детском, и в абонементе. Но вы уже какое-то время работаете, правильно? Какова посещаемость? Посещаемость у нас в разы увеличилась. У нас, скажем так, в неделю более 100-150, но когда только-только открылись, и мы начали проводить какую-то рекламу, у нас она увеличивается ежедневно. Для сельского населённого пункта это немало? Это немало. Это немало. Мы ждём ещё большего увеличения, потому что каждым днём всё больше и больше у нас посетителей. Потому что мы предлагаем свои услуги, им у нас нравится, легко, спокойно, тихо, и могут заняться своим любимым делом. Зарима Исмановна, вы сказали о том, что у вас есть конференц-зал, очень хорошо оснащённый, и у вас проводятся мероприятия. Вот в самых ближайших планах у вас что? Ну, у нас прошли, да, несколько мероприятий. У нас проводил конференцию министр культуры Агербов Зураб Замирович. Они у нас были пару раз. У нас были ещё несколько семинаров. Но сама библиотека готовит что-то? Мы предлагаем свои услуги. Любой человек может прийти и провести у нас какой-то семинар или конференцию. Мы предлагаем им свои услуги, свою территорию. Ну, а в ближайшее время мы тоже планируем три мероприятия. Это мы хотим провести два семинара планируем с Республиканской государственной библиотекой нашей, с детской планируем провести. Ну, и новогоднее мероприятие планируем для старшеклассников первой и второй школы нашего аула. Приглашаем всех. Спасибо вам. Я, конечно, желаю вам успехов, вам, вашей модельной библиотеке. И чтобы таких библиотек у нас в Республике и в стране было очень-очень много. Спасибо вам. Спасибо вам тоже. По итогам 2021 года лучшим жакеем в России в шестой раз подряд стал мастер жакея международного класса Мирзабек Капушев. Он из села Красный Круган Малокарачаевского района. Мастер жакея международного класса, кстати, это высочайшее звание в этой редкой профессии. Обладатель Кубка Президента России и Кубка Национальное Достояние. В его активе победы в призах первой группы на всех ипподромах страны. Три дерби в Казани, Грозном и Павловске, и два Окса в Ростове-на-Дону, и Супер Окс. Два больших двухлетних в Пятигорске и Казани, а также Кубок Жакей. Клуба с летней ночью, Супер Спринт с Бест Файтером, Гранд Критериум с Иберией. Осенний марафон с Даймонд Линком, Кубок Майлеров с Метрополем и приз города-героя Москвы с Сакаром. Напомню, Мирзабек Капушев в профессии с 14 лет. Завтра в это же время я жду вас и телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск Вестей. Хорошего продолжения дня. До встречи.